Три атлет. Финишировала уже на 30 гоков категории Iron Man. Вот тот ролик, который вы видели сейчас, она таких 8 раз в год проходит. Аплодисменты чемпионата 2018. Первая женщина в России, финишировавшая на сверхсложной гоке Swiss Man. Встречаем Мария Колосова. Аплодисменты. Кстати, есть очень много причин. Я тоже родилась на Волге, в Самаре. Там живут сейчас мои родители, и любой волжский город. Это для меня всегда большое счастье. Но еще приятнее мне начать выступление именно с этих кадров. И вы знаете, здесь есть как минимум две тоже таких очень важных причины. Два момента. Первая. Iron Man. Мне иногда говорят, ты Iron Woman. Я меняю, Iron Man. Не бывает Iron Woman. Есть одна дистанция в плаву. Одна дистанция на велосипеде, одна дистанция на обе. И там не важно, кто ты мальчик или девочка. Когда я снимаю для меня передачу и интервью добавил мой тренер, он сказал, у меня нет такого, что я уважаю Машу, как бы девочку, спортсмена. Я уважаю просто человека, который с нуля начал в 45 лет, не умею плавать, не умею ездить на велосипеде, заниматься самым сложным видом спорта и довольно быстро достиг очень высоких результатов. Это действительно так. Когда ты находишься на гонке, а женщин там не больше 5%, то там не имеет совершенно значения, сколько тебе лет и какого-то пола. Там единая дистанция, единые временные промежутки для всех, единые лимиты и единые отсечки для всех. И ты идешь там вместе. Поэтому сейчас, выступая здесь, я также понимаю, что я могу находиться на уровне и с мужчинами. Я, к сожалению, сражилась моя штука, что я одного способы четверых детей, я муж погиб, и мне пришлось быть и мамой, и папой в их жизни. И потом, именно то, что я занималась всю жизнь в психологии высоких достижений, привело меня к тому, что я стала заниматься этими годами. Так тоже получилось, что когда я занималась одаренными детьми, я была известна как специалистом в этой детской одаренности, когда я строила свой бизнес, я была известна как руководителем, как человек своей дальше уникальной бизнеса, когда я стала заниматься этими годами, это просто все перешло в цифры. И действительно, в 45 лет, когда читая книги про высокие достижения, про людей, которые оставили след, про людей, которые достигли большего, я прочитала, что есть еще, оказывается, гонки ОРН, я даже зарядку тогда не делала. Я не умела плавать, я садилась на велик и падала. Я себе сказала, если ты что-то понимаешь в том, как действительно достигать высоких результатов, вот, тебе 45, у тебя два бизнеса, четверо детей, и ты не делаешь зарядку. Если ты знаешь, как достигать результата, спорт, ты там не была. Если ты понимаешь, как это, ты сможешь и там. Это действительно был очень большой вызов. И через 9 месяцев я участвовала в первой годке АРМА. Я была невероятно счастлива, потому что я смогла фаншировать на этой годке уложиться в лимите. Я была предпоследней в своей категории. И я все равно была страшно счастлива смогла перететь в финишную черту. Это было непередаваемо совершенно. И я себе сказала, что хорошо, но у тебя же есть твоя любимая формула. А моя любимая формула звучит так. Я ее говорю детям. Я ее говорю очень многим бизнесменам, которых я консультирую, помогаю устроить бизнес. Я ее говорю себе. Всегда можно найти возможность получить результат выше среднего. Всегда можно получить результат выше среднего. И я решила, что теперь я хочу выше среднего. Я стала тренироваться дальше. И действительно, сейчас, когда я уже ровно 5 лет занимаюсь этим видом спорта, я прошла 30 гонок категории АРМА. Я смогла в этом году классифицироваться на чемпионат мира, по триатлону, выборов, гонку на Аонсироте. И в том, когда я стала финишером, экстремальной гонки с Висман, сверхсложной гонки на выносливость. Она сложнее, чем стандартный гонок триатлета. Стала первой женщиной в России, то, смык на ней финишерность. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но я не настроирующий триатлет. Это не так. И я здесь стою, и сегодня буду говорить. И, наверное, принимать эти примеры из триатлона тоже. Просто потому, что, вы знаете, спорт – это очень просто. Там есть цифры. Там нельзя заменить словами. Там нельзя просто поговорить. Там нельзя сказать, «У меня болел живот, было жарко, велосипед не ехал». Там это никого не интересует. Там есть результат. И есть рейтинг. И ты смотришь твой результат. А в какой расчет? Там слова не значат ничего. Потому что, когда я работала в своих бизнесах и строила свои бизнесы, это было очень сложно. Когда я помогала другим бизнесменам строить их бизнесы, консультировала и делала это до сих пор, очень часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда действительно есть, очень много слов. И не так много дел. А спорт, он очень хорош тем, что там слова не имеют на каком значении. Это верно, ты или въехал, или нет. Это волк, ты или выиграл, или ты не первая. И это важно. Но, например, с Iron Man, вы не знаете, чем еще интересен? Сам Iron Man, он содержит очень интересную модель, очень интересный этап, который, собственно, настал сегодня темой моего выступления и, наверное, названием всего того, что мне интересно в жизни. В Iron Man есть не просто плавание, велосипед и бег. В Iron Man есть еще замечательный кусочек, очень важный, он называется, это оперативная зона. Что это такое? Ты вылез из воды, и ты бежишь. И ты должен стать велосипедистом. И день идет. Никто не остановил время, когда ты выбежал из воды. И ты должен пройти через транзитную зону. Ты должен успеть снять гидрик, найти свой мешок. По пункту участвуют несколько тысяч спортсменов. Ты должен по правилам, как сборка автофотокалашникова, переодеться и положить мешок в нужное место. Ты должен среди многих тысяч велосипедов, если они, конечно, там еще стоят и не ехали, найти свой. Ты должен по обмену, по правилам, надеть шельм, пояс, все это застегнуть, взять велосипеды, выбежать из транзитки. То есть есть такая зона очень интересная. Когда ты уже не пловец, но ты еще не велосипедист. Ну, и ты в нее же попадаешь после белого этапа, когда ты уже не велосипедист, но ты еще не бегун. И там происходит трансформация. Там происходит довольно быстро, на первый взгляд, но очень важное перерождение из одной ипостаси в другую. И, по сути, когда мне захотелось поделиться своим опытом и написать уже не только какие-то интересные научные книги про психологию высоких достижений, а написать автобиографическую книгу как из человека с 45 лет, женщина, которая не делает зарядку за три с половиной года вестивая подиума в одном из самых сложных видов спорта, я назвала эту книгу «Транзитная зона», потому что вот этот путь, когда та жизнь, в которой вы жили, вас уже не устраивает, а новая жизнь с высокими результатами, она еще спереди, и большинство из вас, как мы сегодня рассказали, находится примерно в этой части своей жизни, в этой части, их название называется «Транзитная зона», и это очень интересный момент. Почему? Я начну с детства. Изначально, уже в 7 лет, я четко понимала, что мне очень интересны вопросы. Почему одни люди проживают жизнь и оставляют свет, а другие проживают жизнь, и мы не помним их имя. И дело не в том, что у одних людей много способностей, а у других нет. Это не так. И дело даже не в том, что одни люди, которые тут особо ценноустремленные, а другие нет. И это тоже не так. Этот вопрос привел меня на психологический факультет и у меня три образования. Первый – это как раз психологический факультет. И так как там не было понятия одаренности взрослой, но там была понятия одаренности детской. Я занималась очень много с детками, которые действительно очень сильно отключаются по своему развитию большинства. И именно там у меня стало формироваться вот это название, которое сейчас вывелось название «Транзитная зона». Любой ребеночек, его можно очень четко отличить, одаренного от неодаренного. Знаете как? Дает задачку. И она очень сложная. Такую задачку не проходили. Нормальный ребенок что делает? Говорит, «Да я такое не умею! Мы не проходили! Вы мне покажите образец, а потом мы по образцу много раз порешаем, а потом я, может быть, эту задачку решу!» И если ему образцы не дают, он говорит, «Ну, я такую не могу!» И он не переживает. Что делает ребеночек, товару к ее? Чем она отличается? Он понимает, что задача сложная. Он понимает, что вероятность того, что он ее решит, крайне высока. Но он ее решает. И попробуй у него отнимет эту задачку. Нет, иногда он сам ее готов бросить. Но он приходит и говорит, «Я еще раз попробую!» И это очень важно. И такой ребенок, он очень долго способен находиться в этом состоянии, когда он еще не решил задачу. И вероятность ее решения еще пока не высока. Но он готов идти дальше, чтобы получить успех, чтобы найти это решение. И вот это состояние, оно очень важно. Оно получило название в науке микрокризиса. Мы все переживали о каких-то кризисах, их не так много в жизни, они всем известны. И они привязаны к какому-то возрасту. Но талантливый человек, человек, который способен достигнуть его большего, он способен проживать очень внятный кусок жизни в транзитной зоне. В зоне, когда он уже нет, но еще нет. Когда он уже не тот, кем он был, и то, что его уже не устраивает, и он готов находиться в состоянии трансформации себя, перерождения себя, решая задачи, которые прямо сейчас он решить еще не может, но он не оставляет. И он идет к ним. У меня в Триакронии этот путь занял через половину года. От момента, когда я решила, что я хочу пройти дистанцию АРМН, до момента, когда я стала на подиуме одной из самых сложных городов мира. У меня есть у каждого. И я бы сегодня хотела поговорить с вами и, может быть, рассказать и поделиться, конечно же, какими-то примерами именно о том, а как проходят эти транзитные зоны. Потому что в движении этих транзитных зонах есть свои законоперности. и вы знаете, их придумали не вы. Посмотрев вокруг, я написала в книге «Транзитная зона», я написала еще в книге «Ты можешь больше практическое пособие по управлению изменениями в своей жизни». Прямо по шагу, инструкция, как проходить через эти транзитные зоны. И вы знаете, их придумали не вы. Почему? Когда я продемонстрирую ситуацию, я занимаюсь этим всю жизнь, мне всю жизнь интересны вопросы достижения. И именно потому, что они мне интересны, именно, видимо, поэтому у меня эти честные образования, трое, два бизнеса, и вот этот приотлог, в общем-то, тоже, с результатами. Потому что мне никогда не было интересно быть просто боксером-теоретиком. Теоретически, академически изучать все, что касается высоких достижений. мне даже не было достаточно консультировать других людей по этому вопросу. Мне было очень интересно делать такие эксперименты в собственной жизни. Потому что если я не могу показать на себя пальцы, иди дальше читая свои книжки. И для меня всегда это было важно. И вы знаете, даже есть такой очень важный момент, когда я смотрю на историю, на историю человечества, на историю цивилизации, на именно тех, кто оставил след. Я вижу, а след оставили герои. А кто такие герои? Любой герой. Мы возьмем героя сказки, героя эпоса, мы возьмем героя старей человечества. Он в любом своем движении всегда попал в ситуацию, когда ему говорят, там живет дракон, его победить не может никто. Или там есть какие-то земли, ни один корабль туда не доплывал. В этой ситуации герой говорил, класс, почему? А герой нужен подвиг, чтобы показать свою доблесть. А как герой без подвига будет? Какой он герой? Чтобы человек стал героем, ему нужно совершить подвиг, потому что только так он свою доблесть может показать. Тут герой очень радовался и, конечно же, решил убивать дракон. Понятно, что раз ему было как минимум страшно, потому что никто не был до него. Он не знал, как это делать, он это делал первый раз. Он до этого не специализировался на убивании дракона. Понятно? И он не знал до конца, как это делать, и вероятность успеха была не высока. По сути, вся история, сделана героями, а все герои имели свой путь, который, если разложить по полочкам, имеет одну и ту же другую другую гель. Сценарий одинаковый. И мне бы хотелось сегодня с вами поделиться именно этим сценарием. Как проходить через хранит эту зону? Как герой из пункта, когда он узнает, что есть дракон, доходит до пункта, где он является победителем этого дракона, где он изменяет историю, где он достигает результатов. Невозможно на него. И вы знаете, если мы на этот путь посмотрим, мы очень четко увидим, что таких шагов у герой проходят шесть. Это шесть шагов, которые проходят каждый из нас в нашей жизни, если он говорит себе то место, где я сейчас нахожусь, меня не в стране. Да, все вроде бы неплохо. Я себе нашел уже не на побойке. Я уже чего-то достиг, у меня есть образование, возможно, семья, и есть какие-то результаты, которые меня уважают. И даже я сама себя могу за что-то уважать. но разве это все, что я могу? Разве это все? И вот в этой точке мы начинаем туда, где мы хотим чего-то большее. Вы знаете, в чем разница между героем и не-герой? Человеку, который пройдет этот путь и который не пройдет. Эта разница очень важная, я ее часто наблюдаю. Знаете, она в чем? Человек говорит, а может мне туда не очень надо, там непонятно что, там страшно, там нет вероятности того, что я буду успешен. И у человека начинает удаливать сомнения. У него есть сомнения, и ему с этими сомнениями нужно что-то делать. И тут бы я хотела остановиться, мне сегодня уже подходили брали какое-то интервью и задали вопрос. Знаете, хороший вопрос. Вот вы всю жизнь занимаетесь психологией выгодающейся достижения. Назовите три главных фактора. Вот назовите три главных причины, почему все-таки человек достигает больше. И эти причины они наступают на первый план уже тогда, когда только мы сомневаемся и думаем главным туда или нет. Первая причина очень важная. Мы часто живем как-то жизнью и нарабатываем стереотипы. И мы не очень готовы отменять. И есть очень интересный вопрос, который я часто задаю топ-межу на тренингах или предпринимателям, которые хотят достигнуть больших целей. Я говорю, вот вы цели хотите достигнуть. Это цели они новые? Конечно. Это новые цели. А когда ты последний раз делал что-то новое? Когда последний раз мы делаем то, что вы не делали никогда до этого? Это очень важный вопрос. Это очень хороший вопрос. И первая причина если человек продолжает делать новое каждый день, то, чего он не делал раньше, тогда он движется. Тогда он может оказаться там, где он еще не был. Если мы не делаем ничего нового, на каком основании мы окажемся там, где мы еще не были? Мы окажемся только там, где мы были. И вы знаете, это такой момент, он очень важный и он очень страшный и он очень необычный. И мы очень часто привыкаем не делать его, не совершать. Люди не любят новое. Второй очень важный момент. Кто все-таки тот герой, который достигает? Если мы все-таки это новое начинаем делать, то мы испытываем очень определенное чувство. как оно называется? Страх. Конечно, называется страх. Нам становится страшно. И это нормально. Более того, это не просто нормально, это отлично. Супер! Да здравствует страх. Он говорит о том, что вы будете находиться там, где вы еще на колене были. Потому что если мы не совершаем поступков, которых мы не совершали раньше, мы не будем бояться, мы делаем привычные действия. Страх возникает тогда, когда мы движемся там, где мы еще не были. Это очень важно. Это очень важное чувство. И оно прекрасное чувство. Более того, это важнейший индикатор. Вы вообще куда-то движетесь или нет? И вы знаете, не при мужчинах в таком количестве будет сказано, я могу побить. Я много работаю с мужчинами. И я работаю с мужчинами, которые уже чего-то достигли. Это политики, это предприниматели, это тот менеджеры. И вы знаете, тем не менее, хотя я много работаю с мужчинами, и эти мужчины уже достигли чего-то, есть определенное качество, которое я встречаю реже всего. Знаете, какое смелость? Это редкое качество. Это очень редкое качество. Это оно самых прекрасных качеств. очень мужское качество. А потому что действительно нас очень долго учит есть образец, есть правило как делать. Делай по правилам. не надо никуда отклоняться. Зачем? Нужно обязательно следовать определенному порядку. Есть способ расстановки приоритетов. Я сейчас читаю сколько вы тоже хотите меньше. И очень часто говорят давайте мы с вами научимся еще 28 способов как рассчитать бизнес проект так, чтобы минимизировать все риски. Я говорю знаете, я знаю только один способ повысить вероятность процента успеха проекта. Только один знаете какой увеличить процент вероятности ошибок в нем. Понимаете что я сказала, да? То есть страх поражает очень важный третий индикатор это способность сделать ошибку способность быть неуспешной мы же этого боимся мы боимся сделать что-то и оказаться лузером но Эдисон который сделал лампочку который все-таки горит сделал десять тысяч лампочек которые не горели и он сказал я не ошибся десять тысяч раз я обросил десять тысяч ненужных вариантов если вы вы хотели сделать лампочку и остановились на пяти тысячах вариантов вы говорили неуспешно как вам стирать успех единственным способом увеличить количество ошибок Эйнштейн говорил девяносто девять раз моим заключением приводит меня к неверному городу на сотый раз я бываю прав если вы сделаете девяносто восемь заключение вы не дадите до сотого которых правило и это очень важный момент умение делать ошибку умение быть неуспешным и умение делать новое это три главных фактора которые отличают любого человека который способен достигнуть результаты меньше среднего который способен стать заказком принимать и который точно может оказаться там где он еще не был и его результаты будут действительно выдающие это три очень важных факторов я наверное буду не только теоретизировать привозить какие-то примеры потому что примеры просто запоминаются лучше чем теория точек у меня была своя практика и когда я уже начинала бизнес второй свой бизнес связан с сетью кафе здоровой еды это пищевое производство и большинство кафе первое кафе оказалось удачным у меня не было инвесторов но у меня не было инвесторов жил человек сидел на трубочке с деньгами у него все было и тут ему пришла хорошая мысль и тут как раз появились инвесторы которые сказали ты не хочешь денег на реализацию своей идеи такого не бывает такой сказки не бывает да и когда я открывала свое первое кафе у меня более-менее не получилось когда я открывала второе тоже получилось поэтому я смелела я продала свою квартиру дачу машину все что было продавать и вложили еще в 4 кафе и все они прогорели а я с детьми взяв валютную ипотеку переехала в квартиру за которую нужно выплачивать валютную ипотеку и я сижу с детьми в квартире с валютной ипотекой и у меня нет никакого дохода у меня есть только расходы мне нужно что-то делать и вы знаете вот этот момент он был наверное одним из самых важных и успехов ты становишься невероятной силой мы становимся сильнее не тогда когда у нас есть алгоритм гарантии инвесторы кратуринная дорожка и четкое понимание что каждый шаг правильный в этот момент мы продолжаем находиться в начальной школе так нас там учили если мы говорим что мы становимся предпринимательными значит мы понимаем что вероятность процесс вероятности успеха прямо пропорционально зависит от процента вероятности неуспеха и ошибок которые можно допустить и это очень важно итак грозитная зона что там происходит на первом этапе нас удаливают сомнения и мы тем не менее несмотря на эти сомнения все-таки делаем какие-то шаги вперед но понимаете когда мы делаем эти шаги нам очень хочется все-таки чтобы кто-то дал гарантию и есть очень важный момент что в жизни гарантии нет в жизни есть только возможности когда я выходила на свою первую губку это было через два месяца после начала занятий вообще триатром я занялась как всегда как все что я делаю довольно авантюрно я заявила прочитав книжку о том что бывают такие гонки вот вы себе допустим узнали это первый раз вот я прочитала книжку что бывают такие гонки посмотрела фрагмент из чемпионата мира и сказала я хочу и начинается заниматься нашла тренера и стала заниматься тренер у меня было замечательно сказал через два месяца у тебя первая гонка я плавал в юге я верю ну не видела еще вообще даже не видела ну верю мы с ним как-то купили он мне помог выбрать верю отправил меня на 6 дней на Кипр на Кипре олимпийские сборные у многих стран приатлоны женируются в зимний период там меня как-то посадили на велосипед ну и через какую-то время проходили два месяца у меня гонка ну я как-то даже проплыла даже вроде как-то совсем ужасно села на деревьях и думала как-то здесь передачи переключались вы меня учили я не помню в общем всю дистанцию я ехала я училась переключать передачи но меня обгоняли вот все вот просто все кто мог еще я очень сильно навернулась я упала очень сильно и переломов не было очень сильные были травмы на велосипеде ну я плохо ездила я еще не умела на велосипеде ездить и потом я с этими травмами побежала я всегда считала что мне было я неплохо но как-то и побежать у меня хорошо не получилось видимо жара, травмы у меня в организме был не готов но я была совершенно счастлива потому что я смогла у меня шижить мне дали медаль мне дали майку тренер тоже участвовал в этой гонке пришел смотреть результат сказал значит так плавать ты не умеешь на велике ездят ты не умеешь я думаю ты умеешь бегать бегать ты не умеешь тоже но что-то в грозинке сидел по 6 минут я тогда очень хорошо тоже понимала что вот этот первый старт который вроде бы не может быть не самый удачный с точки зрения массы он очень важен для меня он очень важен как первый шаг и именно этот первый шаг дал мне возможность тренироваться дальше так же как и вам если вы преодолеваете сомнения а что такое преодолеть сомнения знаете я понимаю что аудитория умная поэтому я остановлюсь и расскажу немножко подробнее а что такое сомнения преодолеть сомнения это очень общие слова религия общих слов вы знаете как мы устроили каждый из вас обценивает себя минимум по 4 тысячам шкал каждый из вас знает он скорее умный или глупый он скорее авантюрный или осторожный он жадный или щедрый злой или добрый и так далее и таких шкал осознанно или нет у нас точно больше 4 тысяч и мы себя по ним как-то оцениваем но интересно не это интересно знаете что на каждой такой шкале у нас две оценки первое первое называется я реальная какой я сейчас ну допустим довольный я умный или к примеру ну не самый белый а второе называется а каким я хочу быть я идеальная каким я хочу быть здесь и если мы говорим да я себя вполне устраиваю мой внешний вид моя физическая форма моя доброта душевная меня устраивают все прекрасно но если вы сидите здесь я про вас точно знаю есть целый ряд шкал по которым я реальная и я идеальная находится в разных местах поэтому вы не сидите сейчас дома сидите здесь потому что если бы у вас все было там в порядке мы бы сейчас дома сидели что куда-то бежать все хорошо значит есть нет и я реальная я такой и есть идеальная а хотел бы я быть там и вот как только возникает такая разница возникает очень интересная драматургия возникает неуверенность а я могу туда и дальше события развиваются двумя способами если опять же мы вспомним путь героя например вспомним сказки вспомним замечательную сказку про Ивана Царевича и Серого волка то там есть очень интересный момент когда все-таки три брата включая Ивана отправляются за жар птицей они доходят до перегрестка и когда то что там будет за перегрестком становится двум старшим братьям понятно а мы к этому намерению вернемся а они что делают а они говорят ооооооооууоу нам туда не надо и мы можем сделать это мы можем поступить как на старших братах мы можем сказать оой мы можем потерять у нас может не получиться мы можем потратить время силы деньги, мы можем потерять статус, мы можем начать спать меньше, чем мы хотели бы, а вдруг не получится, потому что нам туда не надо, и тогда мы что делаем с нашей шкалой? Мы говорим, я идеальная, не надо быть таким высоким. И дальше живем спокойно, довольны собой, хотя на самом деле мы понимаем, мы отступились, но мы возвращаемся себе внутреннее, гармонию, мир, и спокойно наше своем диване. Если мы говорим, нет, нам туда надо, значит мы живем с этой тревогой, и встаем утром, и мы в кроссовке куда-то бежим, или приезжаем сюда, и сидим на форме, и думаем, как сделать больше. Думаем, терзаем эти со мной в небе. Почему? Сомнение очень хорошее чувство, оно очень сильное чувство, оно ставит нас двигаться. И я его так же люблю, как и страх, оно заставляет разделать шаги на стол. Если мы прошли через этот этап сомнений и начинаем действовать, то именно тут расцветает наша страх. Вы знаете, про страхи я бы, наверное, отдельно рассказала, и рассказала бы уже несколько историй, а не теория. Когда я прохожу гонку Iron Man, в гонке в этой, сколько ты гонок не проходил, есть очень интересный момент. Ты готовился, готовился, ты много тренировался, нет, тренировки занимают около 60 часов в неделю. И где подошел эти гонку? И вот она завтра. Вы представляете, что происходит с человеком завтра горько? Горько обычно стартует в 4-5 утра. Ну, в 4-5 утра обычно стартует. Это вот сложно и горько мог стартовать раньше, потому что на горько дается 17 часов, и до полночи она должна закончиться. То есть, ну, в 3 часа ночи уже нужно быть в транзите, чтобы накачать велосипед, нужно что-то там сделать, еду себе на горку заправить, подготовиться, выйти на плавательный этап, сдать все вещи, с которыми ты пришел. И вот в эту ночь перед горкой ты испытываешь нереальный страх. Вот просто нереальный. И его испытывают все, даже люди, которые прошли нереальное количество горок. Тебе очень страшно. И ты находишься в таком состоянии, когда ты думаешь, зачем я все это себе придумала? Ну, что мне нужно спокойно? Ну, я же могла вообще эти горки не участвовать. Ну, зачем мне все это надо? Мне уже столько лет. Там молодые ребята, которые профессионально занимаются этим триатлоном, крутят педаль, никуда. А если я не въеду? А если не поплыву? А если будет жара? А если я не смогу? А если я отстану меня не мутил? И это странно очень сильно изматывает. И он очень сильно парализует. Но вы знаете, у страха есть замечательная особенность. И этих особенностей две. Первая особенность – это место, от куда рождается страх. И про это нужно сказать. если вы начинаете делать новое, вам будет страшно. И только тот, кто знает, что делать со страхом, он сможет чего-то достичь. И поэтому я через тебя об этом поговорю. Смотрите, что такое страх? Мы смотрим в будущее, говорит, мамочка. А вот наше настоящее. Между нашим настоящим и нашим будущим возникает пропасть. В этой пропасти возникает страх. И есть очень хорошая пословица – «Глаза боятся, а руки делают». Чем она хороша? Глаза боятся. Почему? А глаза могут запрыгнуть туда далеко. Они видят далеко. И они говорят, ой, ужас какой там. Но если мы даем волю глазам, мы будем бояться. Но если мы даем волю рукам, а руки вот они. Они очень недалеко от нас. И если они чем-то заняты, если они заняты динами, которые мы делаем каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. В этом случае мы можем преодолеть свой страх. Когда я захожу в транзитную зону до начала гонки, а до начала гонки, когда совсем темно, ночью. И только что родить не должен. И там можно находиться какое-то время. У меня всегда есть листочек, где я раз за разом, каждый раз пишу, что я там буду делать. Ну, копчать велосипед, проверить передачи, заправить питание в бутылке, прикрепить гель к раме, пробежать три раза от выхода из воды до велосипеда, пробежать три раза от велосипеда до выхода из транзитки и так далее. Надеть гидрокостюм, намазать все, что можно вазелином. И если ты делаешь эти шаги просто раз за разом, то состояние, в котором ты живешь перед стартом, оно становится терпимым. Знаете, вот в свое время тоже, когда у моего тренера брали интервью и все время говорили, вот они еще люди снимают наши тренировки. Говорят, пусть они сделают какое-то самое сложное упражнение. Он говорит, ну, давайте мы там, не знаю, выпады в отель не пойдем. Говорят, нет, такое сложное, чтобы с большими весами. Говорят, в триатлоне это не очень нужно. Он говорит, хорошо, а какое самое сложное упражнение в триатлоне. Самое сложное в триатлоне прожить десять минут доставки. Это самое сложное упражнение в триатлоне. Прожить вот эти, да, когда ты понимаешь, что сейчас выстрелит пушка и нужно стартовать. И это время надо прожить. И очень страшно. И теоретой заполняешь его делами. Очень важными делами, которые делают твои руки. То же самое. Как бы ни было вам страшно, как бы вам не казалось, что будущее неопределенное, что цели, которые там стоят, они очень большие, что вы не совсем понимаете, как вы окажетесь там, только каждодневные шаги. Каждодневные шаги, которые вы делаете, много, помогают преодолевать этот путь. Второй пример, где второе место, где живут страх. Вы знаете, что? Вы уже чего-то достигли. Вы уже не доставили. И начинаешь что-то новое. Например, вы работаете по найму, вы становитесь предпринимателем. Вы потеряете двухразовую выплату зарплаты каждый месяц, ее не будет. Все. Вам потом, вы знаете, те, кто работал по найму, очень сложно. Вы почувствуете вкус свободы. Да? И уходя из одной области в другую, вы просто потеряете. И это страшно. Потеряете страшно. Это иногда еще страшнее, чем недостигнуть человека. Мы можем что-то начать. У нас есть наш статус. У нас есть наши успехи. Имеет ли смысл? Братья снова, как ребенка, начинать все с нуля. Без гарантии. И вот эти мысли, они порождают тоже очень большое количество страха. И вы знаете, что делали все великие полководцы? Что они делали? Сжигали корабли. Они. Они сжигали корабли. Мы приехали, на берег мы садились, корабли сжигали. Знаете, кто никогда ничего не достигнет? Я сейчас попробую побывать предпринимателей. Но у меня есть три запасных опыта. Пока они есть, у вас очень получится. Я это очень четко пережила на себе, очень жестко пережила на себе. Я вам тоже расскажу историю, потому что, опять же, они всегда более убедительны. У меня младший, у него была такая своя специфическая история, может быть, я к ней вернусь, там в более подростковом возрасте, но когда он уже был в одиннадцатом классе, он мне приходит и говорит, мама, пожалуйста, забери меня из школы. Я ты че? Он говорит, из школы меня, пожалуйста, я выгоняю, я буду, конечно, в мастер-матической школе страны. Его в свое время оттуда выгоняли. Потом он добился, что его не выгоняют, достиг там результатов и говорит, мама, пожалуйста, я вот точно знаю, что я хочу. Я хочу поступить на МИЭТМАТ-ГРО. И мне школа очень сильно мешает, а здесь как класс. Я в МИЭТМАТе мешаю. Ты понимаешь, когда я сижу на тех уроках, которые не математика, я теряю время. А когда я сижу на тех уроках, которые математика, я тоже теряю время. Это все же происходит. Лучше вложить на Кипр, на Землю, к тренеру, по триатлону. Будучи там плакать, на велике галять и сам готовиться. А потом, когда будут олимпиады, я маму приеду, все олимпиады выиграю по математике и досрочно поступлю на МИЭТМАТ. Хорошая мама у меня план. Я говорю, ну как это у тебя план хороший? Нужны репетиторы, нужна школа, так не готовиться к михматывать груз. О, мама, подожди, у тебя что, планы? Если у меня нет, у меня там у меня есть? И тут я задумалась. Ну я мальчишка, одна у меня два мальчика и две девочки. Я думала, я же понимаю, как мать, что одно из самых важных качеств, которые должны воспитать в мальчика. Это уверение принимать решение нести за них ответственность. Если я воспитаю в мальчишке, способность принимать решение и нести за него ответственность. Я у меня хороший мальчика. Я могу, конечно, начать его страховать, нанимать ему репетиторов, возить подготовительные курсы и объяснить ему, что в его шестнадцатилетней голове происходит полный дурь. У кого я тогда выпущу? У кого я выпущу? Не слабака, не умеющего принимать решение, подкавычник, который слушается мама. И я пошла и написала свои репетиторы. Прошло чужого ребенка, изобрел слушать физико-матеватическую школу страны, потому что он решил сам поступать на мехмат МГУ и как специалист по сжиганию кораблей. Очень страшно, очень-очень страшно в метресной сумке. Ребенок на следующий день спалил на Кипре. И начал мне писать, мама, я с ним проехал сто километров на Америке, еще научил теорию графа, молодец. И он там живет, это октябрь, в начале октября я читала, октябрь-ноябрь мы живем в фикадре на Кипре, плавать на Америке гонять и сам готовится. А надо сказать, что он до этого в Олимпиадах не участвовал. Вообще, такие Олимпиадные детки, их, конечно, в классе спят, но уже по Олимпиадам участвуют. Я и там другим занимался, потому что я скажу, чем, но в общем, на Олимпиады не ходил. И он до конца, что такое Олимпиада, я понимаю, я Олимпиадная злодевочка, вот что такое Олимпиадная задачка, не совсем понимал. Он считал, что нужно просто много знать математики. Декабрь, он приезжает, идет на Олимпиаду и не добирает 3 балла. Меня не пускает на Олимпиаду, я сам, я думаю, ну ладно, сам. Идет на вторую Олимпиаду и не добирает 2 балла. И снова меня на Олимпиаду не пускает. Идет на третью Олимпиаду и пропадает работа. Ну, нормально, кто-то же покупает Олимпиаду и работа, значит, кто-то их теряет. Ну, это же за пересохранение уже работы. Идут дни, каждый выходной он пишет Олимпиады, все другие дни он пишет допуски к этим Олимпиадам. 600 этих высокорейтинговых Олимпиад, кто знает, чтобы на них нельзя с улицы прийти, нужно сначала писать заочную работу, получить допуск, а потом же идти на Олимпиаду. И уже январь, он все еще может участвовать в Олимпиадах и не выигрывает, он весь день много не дотягивает. В феврале он продолжает писать Олимпиады, и он их снова не выигрывает, и он снова не дотягивает, он война зановала. А что там делать? Я корабль сожгла, репетиторов нет, школы нет. Ничего нет, я могу варить ему с утра горячий шоколад, и ночью ночью я в тебя верю. Все, твое решение, твою ответственность. Расскажи, чтобы мне было страшно, ничего не сказать. И я, конечно, волосы натервала, ты, когда ты покупала, корабль сожгла, великий специалист по высоким достижениям, ну давай, что ты делай, а уже все. И вы знаете, конечно, когда настал март, могу так не случиться, но вероятность все-таки этого была высока. Он стал приземным победителем двух самых высоколетних олимпиад, в принципе, первым летом МГУ. Я очень отношусь с сыном, потому что он не просто туда поступил. Случилось сразу две вещи. Кроме того, что он туда поступил, он сейчас учится уже на втором курсе. Все три первые сессии, все петелки. Он признал лучшим студентом МГУ. И этого бы не было, если бы он туда так не хотел, если бы никто, кроме него, не отвечал за его звук. Пока у нас есть запасные офферы, 33 других варианта, пойти в другую компанию поработать, вернуться по найму, вообще дома немножко посидеть. Мы не станем лучшими. Мы станем лучшими не просто поступленными на МГУ, мы станем лучшими студентами. Если репетиторов нет, школы нет, МГУ не поможет. Ты принял решение. И у тебя это решение единственное. Вот эта способность поставить все на одну карту – это очень важный еще один признак успеха, условный успех, условный результат. Способность сказать «Да, я принял решение», а «Вослово принято», значит все, что я делаю, починил на этом решение. И вы знаете, вот этот момент, он очень важный, потому что он важный и для меня в жизни, и когда я собрала консультировать многих людей, и воспитание своих детей. Моя дочь младшая, она может сказать «Мама, я больше всего на свете хочу сейчас играть в футбол и охотиться». Странное увлечение для девочки. Странное, да? Я говорю «Хорошо, пусть это будет футбол и охота, но будут лучшие». Выбрала? Будут листья? Да, она центральной нападающей сборной ведро унесел ударку в мячу сумасшедшая. Да, сейчас мой ребенок охотится на кабана. Вчера получили диплом по медведям, позавчера по бурсуку. Не знаю, по-моему, если положить, чтобы было счастье, но она лучше охотится в России. Но она прекрасно понимает, «Ты хочешь охотиться в собаку? Вот тебе охотиться в собаку. Ты хочешь вторую? Вот две огонечки в собаке. Ты третью хочешь?» «Нет, мама, я третью уже не хочу, ты же пусть». Я говорю «Да, я куплю». Соответственностью за эту собаку. Соответственностью. Потому что это твое решение. И это твоя ответственность. И даже если я понимаю, что заводя собаку, я живу теперь в саду, потому что если кто-то живет, я худщик в собаке. Ты живешь в саду автоматически. И когда ты встаешь утром, а собачки маленькие, еще, да, и ты видишь кучки, тебя упавляешь уход по упражнения, ты видишь уходишь и идешь с собаками, ты идешь сюда и учишься переступать через кучки, потому что это не твои кучки, это не твоя собака, это собака твоего ребенка. И когда он выстанется, он уберет кучки сам. И второй раз он уберет сам, а третий раз он станет раньше тебя. А если уберешь ты, чья ответственность твоя? И это очень важно. вот эту способность принимать решение это очень важно уметь и течет как уметь жидать корабли уметь понимать да собаки есть и живешь в псарне ты это выбрала почему то что воспитываешь ребенка ты переступаешь через кучки но ребенок научиться и если он что-то сделал не так собаку валерь или она не получает призыв ребенок понимает это его ответственность и только тогда он становится лучшим охотником лучшим футболистом лучшим слоу-бордистом лучшим пловцом это не важно лучшим студентом это становится его ответственность это очень важно умение через это проходить и вы знаете по сути я бы хотела еще говоря про страх сказать только про одну вещь но про очень важную когда мы боимся прямо сейчас боимся потерять боимся не достичь я это могу понять но я хочу сказать это полная фигня знаете какой страх самый большой когда проходит 10 лет ты просыпаешься и говоришь ну что это все что ты смог и тогда испугался и ты не сделал выбор и ты прожил какую-то жизнь и вот тебе уже сколько это 40 50 вот то что сейчас ты имеешь это все что ты мог это очень страшно когда я спрашиваю людей скажите пожалуйста на сколько процентов мы сейчас реализовали свой потенциал что вообще не слышу 20 вот так вот я все-таки работаю тоже не совсем дай мне очень часто ответ статистически 20 20 я говорю а сколько вы потратили силы и энергии 120 я говорю очень плохая пропорция неправильная тратить 120 процентов усилий и своей жизни и времени чтобы на 20 процентов себе а почему не больше я точно не знаю где твои способности в минуточку ты на 20 процентов оценил к реализации ты че про 8 лет ты должен диагноз на латыни чтобы ты знал про оставшуюся 8 лет не в этом же дело дело в том что люди не рискуют они не преодолевают страх они не сжигают корабли они идут вперед и они получают 20 процентов тогда когда уже назад не вернешься это действительно страшно поэтому настраствует страх наша способность быть смелым рисковать эти вперед это очень важно но если мы рискнули мы моментально попадаем в какую ситуацию мы рискнули начали делать то что мы раньше не делали мы сожгли корабли не идем вперед и мы сразу попадаем в какую ситуацию что вы первый раз что-то делаем первый раз вы первый раз садитесь на велосипед вы падаете вы не поедете сразу как чемпион мира вы первый раз я не знаю жарите блины ну а сколько будут блины и первый день и второй третий вы изъедете очень много муки и рис, воды и всего лишь чем у вас получится более-менее съедобные блины я не говорю а мы не блины печем бизнес это намного сложнее чем просто испечь блины и если мы начинаем делать что-то новое на свой страх и риск первая точка в которой мы оказываемся мы оказываемся в ситуации не успеха и ничего нет в семье этой точки это самая ценная и это самая дорогая точка которая может с нами случиться 10 тысяч не успешных лампочек 10 тысяч первая загореть пока мы не прошли 10 тысяч не успешных лампочек мы не станем успешными это очень важно и вы знаете я очень часто у меня есть такая программа ее очень любят да не правда женщины чаще приходят я в разных странах сама жила на две страны Россия и Франция я часто провожу ее в России за рубежом она называется вырастить гения такая программа так как я очень много занимала детская доверенность и продолжаю консультировать часто детей и родителей вот у меня есть такая программа и мне часто приходят родители и говорят скажите пожалуйста вот как раз какие детские способности мы ему прописи купили он вас в 6 лет интеграмму берет я говорю это все полная чушь не тратьте на это время поймите что в этом мире научить вашего ребенка читать и считать кто-нибудь обязательно сможет если будет очень надо даже брать интеграмму ребенок как-нибудь научится но это не сделает у нас слишком тем более это не сделает у людей есть только один самый главный самый важный акт который должны сделать как родители вот если вы спросите чему одному вы должны научить ребенка получить высокую гарантию того что он реализует себя реализует свои таланты и станет очень додающейся справляться с неудачей учите этому своих детей учите самого маленького возраста и тогда вырастет гений с высокой вероятностью не нужно учить как брать интеграмму это все вторично если он будет знать что делать с неуспехом только в этом случае он станет непобедимым он может быть с кем угодно и он не будет бояться он будет сказать я попробую и я буду неуспешен и я знаю что с этим делать а мы как воспитываем детей ну современное общество как мы отвели его с кружок рисования и ему сначала там нравилось да а потом кто-то сел на свеже нарисованный шедер и ему сказали неправильные слова он сказал я туда больше не хочу и мы что говорим и не надо мы пойдем на самбо на самбо нам наваляют и нам тоже там не понравится и мы пойдем учиться играть на дудочке и оттуда тоже конечно сменяем чего мы учим ребят как быть вузером ты был неуспешен и мы сказали ну и не надо пошли найдем другое место где мы тоже будем неуспешны и оттуда мы тоже уйдем и дальше по жизни мы будем ходить во все места и как только мы будем неуспешны мы будем бросать мы люди иногда приходят и говорят и вот у меня не пошло Вы знаете это и бы моем я говорю ну ну не получилось говорят не о чем пройди сделай чтобы получился возвращайся в место разговаривать о чем ovat если не получилось иди сделай сто раз чтобы не получилось на сто первый получится возвращайся не мешать говорим о том это очень網ет если вы чем-то начинаете заниматься у вас будет не успех. У вас будет 2 успеха, 3-5. Дойдите до места, когда будете успешны. После этого вы будете решать. Это очень важно. Когда я за вас три окона, у меня была цель пройти эту водку и стать ароманной. Я стала. Тогда я сказала, теперь я хочу здесь. Мне было очень интересно, я смогу ли нет? У меня много лет. Я девочка. У меня четверо деда. Я не спортивный человек. Я не делал даже наряд под 45. Мне было очень интересно понять, я смогу или нет. И если ты понимаешь, что будет создать результат, значит ты сможешь делать. И каждый раз, когда у меня не получалось, мне было больно, сложно, прекрасно. Никогда это не шло гладко. Это было большое количество неудач. И пока я не перешла, знаете, мне очень повезло. Очень. Если на первой водке я просто упала и травмировалась, и у меня было не очень хорошее время, то на второй водке я сошла. Вот это был кровь. Это была еще не горькая. Это была олимпийская дистанция. Она проходила к Майорке. Я проплыла, ну, как-то проплыла для себя. Солинейка нормально проплыла для себя. И я поехала на велосипеде, и у меня буквально на 2 километре, в олимпийской дистанции до всего 40 километров велосипеда, и на 5 километре у меня был на цепках сопровождения. И меня очень хорошо размазала по кирпичной кладке. Я тогда еще не знала, но кем были переломы. Ну, 6 переломов было. И я села, естественно, велосипед поехала дальше. Мне было сложно, потому что тормоза залипали от крови. И я прошла велоэтап. И когда я прошла велоэтап, как я прошла медленно, и мне было очень больно, там уже волонтеры ушли, и не было указателей, где въезжать в транзитку. А я плохо изготовилась. Я не посмотрела, где въехал в транзитку. Я посмотрела все, а это нет. И я въехала в транзитку не с той стороны, у меня еще читался чиф. И волонтеры, которые были в транзитке, сказали, тебе бесполезно выходить на обед, ты в результате не защиты. А у меня болела рука, и я пришла. И это был сумасшедший. Когда я вернулась, пошла, кто меня оказали медленноскую помощь, снижали руку, и я вернулась снова к месту финиша. А не очень люблю бегать. Я хорошо бегаю. Вот у меня есть трех видов спорта. Такой более-менее мой бег, я бегучая. Я легкая, виноногая, и меня хорошо включать, а быстро бегаю. Это единственный момент, когда я еще плохо совсем проходила гонки. Когда я получила очень большую радость от соревнований, выходила наверх и кивал. Люди, я бегу, даже кого-то гоняю, класс. И вы знаете, когда я видела этих людей, которые финишируют, я поняла, я могла выйти наверх и могла побежать. И это не имеет никакого значения, выбор защитный результат или нет. Это только мой результат. Я готовилась к этой гонке. И я не финиширую. Вы дальше не представляете, что я чувствую. Но я дала себе слово. Пока ты можешь двигаться, ты не сходишь. Никогда. Никогда. И я это слово. Как бы мне не было сложно на гонках, в каких бы ситуациях я не оказывалась, пока я могу двигаться, я не схожу. Это очень важно. И если бы не было одного урока, урока на самом старте. Когда я потерпела нереальную удачу, создав ее сама, я просто не вышла на беговой этап. Да, не имело смысл с точки зрения результата, но не имело смысл с точки зрения того, что я могла бежать. И я сама это не буду делать. И это было очень сильный урок. И вы знаете, есть такой очень важный момент на гонке. Всегда на любой гонке я иду сильно. Я не иду туда, как он скажет, на прогулку. Я каждый раз, выходя на гонку, хочу получить максимальный для себя результат. А сейчас, когда я участвую в этих гонках и хочу подиум, я просто выкладываюсь невероятно. И когда с первой секунды, поймите, можно выйти за 16 часов. И когда с первой секунды ты начинаешь выкладываться, и ты постоянно идешь вот в этой границе, ты можешь еще немножко быстрее, можешь еще немножко быстрее, ты можешь еще немножко быстрее. И ты постоянно идешь на границе, когда ты хочешь сказать, что я тебе больше не могу, Но очень быстро наступает момент, буквально уже на плавании после того километра, когда внутри просыпается такой голос, который говорит, ты что здесь делаешь? Вода холодная, мокрая, планишь ты медленно, но ты это все не любишь, что ты здесь делаешь? Ну надо сойти. А на велосипеде в город, тебе поставить, ну что, ну невозможно. Тож действительно, гонки бывают очень сложные, один тип бывает ледяная, и город бывает очень тяжелый, и ситуация бывает разная. Этот голос, который говорит, ну все, больше ты не можешь, сходи. Он очень сильный, и нужно внутри себя иметь очень четкую какую-то установку, которая помогает вам двигаться дальше в ситуацию неуспеха. Я поделюсь своей, потому что я вижу много взрослых мужчин, а для вас как для взрослых мужчин, наверняка имеющих детей, эта установка даст хорошие результаты, знаете, какая-то. Я мама и папа у детей, да, и я прекрасно понимаю, знаете, у женщины, у нее в отношении детей функция не очень большая, она должна выносить, родить, выкровить или выменьшить. Воспитать ребенок должен мужчина. Как мужчина воспитать ребенок? Привет. Привет. Он его святый. И я понимала, и я себе всегда говорила, я сойду. И это поймет даже мой дед. Он знает, каких я здесь условно. И это, по-моему, и знакомые. Они тоже понимают, как мать и зло. А детям я что-то скажу? Что я скажу детям? Нет, прямо сегодня дети поймут меня тоже. Но когда-нибудь они будут идти в свою воду, она будет называться неприотлором. У них будет своя история. Они могут заниматься охотой и футболом, маркетинговой математикой. Но у них тоже будет ситуация, когда они скажут, я лучше не могу, что я не могу сделать. Какой пример мы с теми на голове? Какой? Кто-то, который дороге? И это очень сильные мысли, которые в ситуации, даже когда очень тяжело, или когда, как мне кажется, я неуспешно, я заставлю себя двигаться дальше. Потому что я всегда понимаю, что я пишу не только собственную историю. Я пишу историю своих детей, и я поучу, и я не сенсорный спикер, и я буду им что-то рассказывать, что-то рассказывать. И если даже я сошла, я должна из этого сделать такой опыт, который поможет, и вам тоже помнить, что сход – это только в вашей голове. Отказ от ситуации неудачи – это только в вашей голове. Сколько бы у вас не было сломано костей в руке, это не мешает вам бежать. Не мешает. И вот этот момент, он очень важный. Вы знаете, у меня есть хороший, очень знакомый, он очень выдающийся спортсмен. И он очень жизнелюбивый человек. И он очень оптимистичный человек. И у него была годка летом, в которой он готовился, он хотел квалифицироваться тоже на чемпионат мира на этой годке. И так получилось, что он получил на огонь тяжелейшие травмы, нужно было сойти, у него еще велосипед сломался, был пускай, он не мог даже его этап закончить. И когда он сошел, он написал фразу «Мужчина сильный, жизнелюбивый, очень нацеленный, очень радующийся жизнь». Он написал «Сначала мне захотелось заплакать, а потом повеситься». Знаете, он большой молодец. Хочется именно этого, когда мы не успеем, мы испытываем неуспех, особенно там, где мы поставили много на карту. Это нормальные чувства для очень сильного и очень жизнелюбивого мужчины. Сначала мне захотелось расплакаться, потом повеситься. И только тот, кто знает, что дальше делать в этой ситуации, тот говорит. «И это не финиш, это старт. Это моя новая стартовая точка. И теперь я стою дороже в три раза. Почему? Потому что я стану успешной». И вот умение заходить в неуспех в предыдущих, умение понимать, что это наша новая стартовая точка, что каждый неуспех, это обучение, что каждая ситуация, где у нас не получилось, это отличная возможность сделать, что получилось в следующий раз. И что процент вероятности успеха зависит от увеличения процентов ошибок, которые мы себе позволяем, вот тогда мы становимся очень сильными поведениями. И как предприниматели, и как люди, и как те, кто разбитые собственных детей, для своих собственных тренеров. Хорошо. Допустим, мы знаем, как пройти через него успех, и мы это выучили, и мы умеем с ним справляться, и мы принимаем его цену и ценность. И мы понимаем, что только вызбранные люди готовят себя подставить в эту ситуацию. Но мы все равно нужно столкнуться с ситуацией следующей, когда мы много делали, когда мы прошли очень сильный успех, когда мы прошли большой путь. И наверняка каждый из вас был в этой ситуации, знаете, ситуация разочарования. Когда мне кажется, что мы многое сделали, и вроде бы мы уже куда-то двинулись, но как-то вот мотивация будет, и она исчезает. И нужно даже уметь вот в этой ситуации, в следующем шаге, себя мотивировать и заставлять действовать дальше. И, вы знаете, вот в этой ситуации разочарование, она очень важна именно возможностью совершать вот эти шаги, возможностью каждого дня оборудования на хаосе, что мы говорили. На часах двенадцать у нас что? Подвиг. Почему? Потому что часах двенадцать? У нас подвиг не потому, что страшно, не потому, что это требует политическая обстановка. У нас подвиг, потому что часах двенадцать. И мы должны обладать очень высокой самодисциплиной. Но вы мужчины, но из вас были в армии. И вы знаете, что такое армия? Это дисциплина. Но там есть приказ и выполнение, а здесь приказ на кандидат. И если мы становимся предпринимателем, то у нас есть только одна способность двигаться дальше. Знаете, какое обещание? Это очень сильно дать обещание. И выбрать обещание. Это единственное, что мы можем сделать. И это единственный наш путь, действительно почувствовать себя поведительнее. Потому что мне часто говорят, ну вот вы такая особенная, а как простому человеку, который может не обладать вашей силой боли, и все равно чего-то достигнуть. Это очень просто. Говорите себе, я завтра утром встану, в сентябре утра, и независимо от того, будет на улице снег или дождь, будет у тебя болеть живот, что на эту тему думает твой ребенок или твоя жена пойти пробежать один километр. А завтра, когда все, если нет людей, встать, надеть кроссовки и пойти пробежать. И ощущение, которое будет в конце этого километра, оно невероятное. Почему? Потому что вы даете себе обещание, и мы его выполним. И это очень важно. Когда даже угасает мотивацию, и когда хочется все оставить, опускаются в руки, все-таки верится дальше. Знаете, у меня есть очень хороший пример, я тоже хотела бы его рассказать. Видите, я какие-то примеры все равно привожу из бонок, буду, наверное, про это рассказывать, и из воспитания своих детей, потому что это всегда близкая тема для многих из вас. Вот эта ситуация разочарована, ситуация даже может быть отчаяния, и очень важно понимать, как складывается в эту ситуацию успех. Я расскажу историю, историю тоже своего младшего сына, который зачастую мотивирует даже больше, чем моя какая-то собственная история. История была такая. У меня младший ребенок, когда не было, мальчишки сами стоят в школе, тянуться иногда, как-то там друг друга поднячивают, но его там кнули. Он упал, упал очень неудачно, он упал на лестницу спиной, сломал позвоночник. Сказал позвоночник, у кого он год не ходил. Ну, сильно сломал, лежал на вытяжке. Мальчик лежит, будет на вытяжке. Но инвалид, что он делает? Ну, скучно. Все, что он мог делать, он читал, играл в шахты и ел. Когда ему было двенадцать, ему же с лишним ходить. Там по двенадцать минут в день, по одесь минут в день, по степену, да, побольше. Но он весил уже девяносто шесть килограммов. И это очень большой вес для маленького мальчика. А главное, что когда он вернулся в школу, через год, когда уже на боль, он не стал ходить, он не только был очень большим весом, он не только отстал по урокам, он потерял вот эти навыки социальные. Как обернуть тетрадку, как там заправить рубашку, как там на самом углу отроток сложить носок. Ну, то есть, человек таких не любит. Вот такой вес какой-то несобранный, еще и толстый, еще и пропустил. И вот. Пошел в школу, проходит время, а школа уже была очень хорошая, физико-математическая школа. Я взглядели.